Приветствую, друзья, сердечно. Я вот сегодня понял, почему в последние годы, даже целых полвека, века, говорят об осознанности, о необходимости осознанности. Ну, я думал, почему это? Потому что есть же понятие сознательности. А при чём тут осознанность? И вот до меня дошло, и хочу с вами поделиться. Дело в том, что управлять можно только тем, что осознанно. Всё остальное управляет нами. А почему сейчас часто говорят об осознанности? Потому что возникла большая неопределённость. Ресурсы есть, как и в каждом человеке. В каждом человеке есть ресурсы, только идёт всё хаотично. А нам нужно перевести под управление. Поэтому и возникает инстинктивно в обществе потребность в осознанности. Об этом все психологи пишут, философы пишут. Я только сейчас понял, почему. Маленький да удаленький, как говорится, цыплят по осени считают. Я последний, оказывается, понял. Так именно этим мы и занимаемся. Что значит осознанность? Мы часто повторяем это слово, но не совсем отдаём, наверное, себе в этом отчёт. Потому что до меня в 73 года только сегодня это дошло. Без осознанности невозможно управление. Потому что мы можем управлять только тем, что нами осознанно. Всё остальное управляет нами. Поэтому в последние годы часто говорят о манипуляциях, о том о сём, кто нами управляет, появляются какие-то... Ну, в общем, вы понимаете, о чём речь идёт. Друзья, я вчера посмотрел Шахназарова. Видео его беседу. Директора Мосфильма. Теперь есть мне о чём с ним поговорить. Потому что он очень близко говорит о том же. Только я говорю как психофизиолог, как художник. А он говорит как киносценарист, режиссёр и директор Мосфильма. Мы с разных сторон говорим одно и то же. Только у меня ещё в Центре защиты от стресса, который был на Таганке 25 лет, было написано там внутри. Человек управляет только тем, что своим осознанным, только другими словами. Знаете как? Если ты не умеешь управлять собой, тобой будут управлять другие. Осознанность. Поэтому я, например, себе спас. Теперь мне надо спасти человечество. Поэтому у нас есть школа Человек Будущего, Homo Futurus. И поэтому мы, люди из многих стран мира, здесь объединяемся для того, чтобы создать науку человечности. Не науку о человеке, а науку человечности. Потому что человечность, творчество, изобретательность, способность предвидеть, иметь образ будущего, и достигать мечты. Это все спаяно в едином. Если в человеке есть человечность, у него все остальное есть. Только оно в пазлах, может быть, не сложилось. Еще неосознанно. Поэтому мы помогаем. В следующий раз расскажу, особенно в вебинаре с Оленом, который будет 1 августа, в 20 часов. Я там покажу, как важно понимать, что такое экстренная самопомощь и что такое комната психологической разгрузки, которую ты всегда носишь с собой. Эти две вещи и дают осознанность. Потому что ты всегда можешь использовать энергию возникшего стресса и неопределенности, внутреннего конфликта и непонятности и себе на пользу для созидания, для творчества и помощи себе и другим. А кто не созидает, тот разрушает. Итак, к осознанности, друзья, я подскажу вам, как это делается. До встречи. Кстати, я Шах Назарову написал письмо. Дай Бог ему положит. Он прочитает, и мы с ним делаем видео. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok